Пусть розовые стены не сбивают вас с толку. В этой комнате живет юный панк. Софья Ахмедова поклонница группы Король и Шут. Увлечение девочки разделяет и ее старший брат Амир. Тоже страстный почитатель русского рока. Репертуар Киша оба знают наизусть. Есть любимая песня у вас? Ну, да, например, кукла-полдуна или лесник. А это кое по-русски? Я ее тебе вообще только недавно дала послушать. Я в первый раз слышала, когда мама слушала песню, и мне стало интересно просто, что за песни мне понравились, и я начала слушать их. А какая это была песня? Лесник. На панк-рок детей подсадила мама, говорит Король и Шут. Главная любовь ее юности. Молодость прошла, а песни остались в сердце. Это берцы, косуха, бандана, то есть все эти атрибуты, все это моя юность. И колдовским образом отозвались в детях. Мне приятно на самом деле, что они слушают русский рок, а не современную музыку, которую слушает сейчас молодежь. Киш, как мушкетеры русского рока, вернулись 20 лет спустя. И сейчас, на удивление критиков, занимают первые строчки музыкальных чартов. Вторую жизнь властителям панковских «Сердец из нулевых» дал одноименный сериал, а песни из него эхом из прошлого откликнулись в поколении «З». Сериал Король и Шут – панк-сказка, в которой жизнь фронтменов, горшка и князя тесно переплетается с творчеством. И тут не поймешь, где фантазия, а где реальность. Вымышленные и настоящие колдуны, лесники и мужики, которые едят мясо. За столом сидели мужики и еды, мясом коних угощал своих гостей. Критики не перестают удивляться. Такого, кажется, не было никогда, чтобы музыка, как инь и янь, помирила два поколения – отцов и детей. В чем же магия? Легенда челябинского рока Гарри Ананасов первым привез коллектив на Южный Урал, когда Киш только набирал популярность. Признаки их гениальности и новаторства. Потому что соединение двух солистов, двух вокалистов разных, которые поют в регистрах, скажем так, плюс мелодизм потрясающий. Наверное, самое главное, если бы не было мелодий красивых у них, наверное, ничего бы не было. Третье – никто до них еще не использовал вот эти сказочные какие-то мотивы страшной сказки. Это новаторство. Киш распался после смерти фронтмена Михаила Горшенева, больше известного как «Горшок». Король умер, но дело его живет в молодых артистах. Ильдар Ярулин пока не собирает стадионы как кумиры, а ограничивается клубами. Однако и в его творчестве та же инфернальность. Если вспомнить королевские прыжки со скалы, перекличка налицо. Впрочем, не всегда и не во всем. Например, современные панки даже лучше пахнут. Панки сейчас – это не те панки, которые были раньше. Они стали прибраннее, они стали опрятнее одеваться, они стали меньше вонять. Их стало не стыдно пригласить в приличное общество. Не могу не отметить эту заслугу королевских штабов. А они помыли панк, отмыли просто и представили слушателю. Опрятный и чистый панк проник и в мир высокой моды. Кожа давно стала базой гардероба, а кислотные цвета – стильным акцентом. Мне кажется, это самое лучшее время, в котором мы живем, когда можно иметь свой взгляд, свой стиль и быть собой. Если с точки зрения панк-культуры на это смотреть, то это же как они выражали протест, какой-то авангард. Да, выделяться, быть не как все, не бояться быть не как все. Вот так. Если мы возьмем, соберем какой-то панковый образ, допустим, возьмем эту юбку, наденем сверху этот жакет. То есть снизу будут просто ленты. Так там у нас брюки. Вот так вот. Если бы в нулевые я вышла на улицу в таком наряде, то, наверное, прохожие окрестили бы меня фанаткой группы Короли Шут и представителем панк-культуры. Но теперь такой наряд – это дизайнерское решение. Его можно встретить даже на подиуме. То же самое произошло и со всей панк-идеологией. Если раньше такой внешний вид и музыка были возможностью выразить свой протест, то теперь это лишь способ самовыражения. И если вы слушаете музыку не как все и одеваетесь не как все, никто вас за это не осудит. Валерия Панова, Борис Абрамов, Алина Хачатуров и Рамиль Газеев. Итоги.